добрый день уважаемые подписчики зрители моего канала ну и все кто здесь просто оказался 22 января этого года я посетил город тулу съемку я начал на перекрестке проспекта ленина с улицей каминского проспект ленина раньше назывался улица киевская раньше название улицы указывала на ее направление в конкретный город сейчас я двигаюсь в сторону белого дома с правой стороны расположено здание главпочтам татула с улиц города до сих пор не убрали новогоднюю мишуру и она стоит на улице я не просто приехал на это место меня здесь интересует один объект я жил в тульской области раньше достаточно часто ходил здесь мимо проезжал мимо но никогда не обращал внимание на конкретные детали ну типа вот этих оленей ну чтож пора взглянуть на вещи под другим углом добро пожаловать в город герой тула не надо думать что тула это пряничная столица россии такую славу этому городу создали лишь в последние 50 лет тула является старейшим городом мировой цивилизации пережившим множество катаклизмов но вот и сам объект здание расположены на проспекте ленина со светло-зеленым фасадом и двумя куполами мы попробуем рассмотреть информацию примерно как вот в этом коллаже совмещая несколько времен в одной точке эта фотография октября 1941 года на перекрестке проспекта ленина и улице советской бойцы красной армии соорудили огневую точку чтобы отражать атаки врага на заднем плане видны шпили здания которое нас интересует ну а это идет вражья сила продвигаясь блицкригом по орловскому шоссе в сторону тула мне сложно представить как бойцы пулеметного расчета с перекрестка могли противостоять немецкому танку панцирь 3 весящему почти 22 тонны имеющему на вооружении 50 миллиметровую пушку об этом эпизоде войны многое вилами на воде писано не будем углубляться в тему великой отечественной войны мы продолжим рассматривать тулу начала двадцатого века вот так выглядел проспект ленина в начале двадцатого века дорожное покрытие отсутствовало возили всех на лошадях на въезде стояли два обелиска многих зданий которые мы видим на киевской улице в начале двадцатого века уже нет что-то сохранилось и до наших дней некоторые здания просто-напросто уничтожили пытаясь этим что-то прикрыть стрелкой обозначил старое здание а вот этим вот красным квадратом то что от него осталось итак мы имеем типовое здание до потопной постройки почему типовое да потому что такие здания стоят по всему миру и некоторые дожили до наших дней подобное здание стояло в городе ульм на винном дворе здание имела четыре купольные установки только попробуйте догадаться что же находилась в этом здании а а в нем располагалась обычная еврейская синагога это вид на площадь обратите внимание что располагается на крышах зданий эти интересные антенны я специально выделил квадратами для приема какого радиовещания они там оказались через несколько лет после того как к власти в германии пришла национал социалистическая немецкая рабочая партия синагогу закрыли но уже заметно что купольные установки на крыше этого здания демонтированы и заменены увы война не пощадила это здание а точнее англичане которые бомбили ульм в декабре сорок четвертого года я выделил то место где якобы располагалась здание синагоги культовое значение этим зданием придали гораздо позже мы возвращаемся опять в тулу чтобы рассмотреть шедевры которые остались на бывшей киевской улице красивый фрагмент лепнины на фасаде а пол первого этажа ниже уровня земли глядя на фасад этого здания мне возникает ощущение что я где-то в европе стандартные элементы лепнины расположены на всей стене данного фасада сейчас я зайду посмотреть цокольный этаж данного здания цокольные он или не цокольный он может быть и вторым и третьим спускаемся вниз по лестнице и что же мы тут видим вполне полноценный этаж захожу внутрь помещения чтобы сравнить перепад высот внутри цокольного этажа и снаружи но вот этот дом напротив пленные немцы явно не строили и стоит он здесь уже давно этого не германия где обычно снимаю это тула российская федерация ракушки на фасаде называет право сейчас дом хлеба но раньше это было явно чем-то другим вся стена украшена декоративными элементами которые достаточно часто видел посещая европейские страны это указывает на единый глобальный архитектурный стиль между тем я медленно приближаясь к объекту сегодняшнего обследования шпиль шишкой на конце уже показался здание находится в достаточно хорошем состоянии видно что за ней постоянно приглядывают и производят необходимые косметические ремонты очень интересная конструкция для крыши сейчас так конечно же заморачиваться никто абсолютно не станет перед вами самая настоящая рупорная антенна с приемным шпилем на вершине подошел я к этому зданию для того чтобы проверить находится установка в рабочем состоянии или же ее вырубили врубая такие антенны подводя к ним обычные заземления для сравнения я показываю вам современную антенну сотовой связи расположенную на одном из зданий рядом она также расположена на высоте она также может принимать и передавать волны определенной частоты я поднимаюсь по этой лестнице наверх чтобы провести замеры электро магнитного излучения под куполом этого здания наличие электромагнитного излучения под куполом рупорной антенны этого здания указывает на работоспособность установки я прошел и заглянул на задний двор этого здания а тут стоят вот такие вот домики пределы к ним купола и получится у тебя и синагога и мечеть и церковь возвращаемся опять на проспект до потопных зданий в туле более чем достаточно кое-где они сохранились если вы окажетесь здесь наверняка найдете что вам тут посмотреть ну вот так вот выглядит присыпанный первые этажи изнутри такое маленькое окно явно здесь не к месту около белого дома натянули полотнище с фотографиями изображения начала 20 века на снимках вы можете рассмотреть изображение той эпохи оформить рамки этих полотнищ можно было бы как-то поаккуратнее все-таки туристы приезжают со всех краев нашей страны в том числе из-за рубежа тоже это здание в туле называют белым домом сделан как-то квадратно в стиле семидесятых раньше тут заседал обком коммунистической партии советского союза здание является меткой на этом городе на город поставлена еще одна метка это три штыка расположена метка около автовокзала больше смахивающего на станцию метрополитена я нахожусь на центральной площади города тула я сниму все что располагается вокруг меня вот это белый дом вот он памятник ленину 30 лет без коммунизма памятник так никто и не решился убрать впереди виднеется музей самоваров а за ним свято-успенский собор рядом с музеем самоваров расположена адоевская башня тульского кремля красное здание это успенский кафедральный собор но в здании напротив расположен торговый центр это ведь на проспект ленина на пересечении с улицы советской это ведь на успенский кафедральный собор крупный план на музей самоваров и а доиски ворота кремля здесь нам видна кремлевская стена и ее башни интересная конструкция здания церковь совмещены с греческим храмом подобные греческие храмы я уже встречал на вершинах пирамид но это купола более крупным планом перед вами купола успенского кафедрального собора качество кирпича и кладки просто впечатляет это главная башня свято-успенского собора расположенного на территории тульского кремля выполнена целиком в готическом стиле но оштукатурена это уже купола свято-успенского собора я вернулся назад на улицу советскую ну а здесь очередной дом с копольной установкой я настоятельно рекомендую всем посетить тулу здесь есть что посмотреть но сейчас на плане города я покажу другие особенности на плане я указал место съемки и провел прямую линию от центральной улицы я уже снимал несколько роликов по градообразованию ссылки я приведу в описании к этому ролику все города возрождающиеся на месте старых поселений максимально по полной используют старой коммуникации тула не исключение я продлил линии улиц и соединил их воедино что из этого получилось вы сейчас видите у себя на экране интересный узел соединения расположен в районе ряжского вокзала и обозначил его желтой звездой и показал красной стрелкой сверху синей звездой я показал еще один узел коммуникации города под рекой упой в черте города вероятнее всего расположены тоннели подтвердить эту информацию можно лишь получив открытый лист первой формы для проведения археологических раскопок но я сомневаюсь что его вам оформят для этих целей искать допотопный метро в туле вам никто не позволит так как это расходится с официальной исторической версии развития города посетите тулу неважно зимой или летом вы однозначно получите море впечатлений от увиденного в этом году пройдет празднование 500-летия тульского кремля немаловажной частью празднования юбилея станет восстановление и сохранение уникального наследия тульского края искренне благодарю вас за просмотр этого ролика о туле подписывайтесь на наш канал делитесь этим видео только тихонько чтобы димона не разбудить подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки доставьте 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 лайки до